Издательство «Эксмо». Чудеса в кастрюльке. Дарья Донцова. Глава первая. Из любой, даже самой противной и злобной свиньи можно получить хороший кусок ветчины. Этот простой вывод Ася Бабкина сделала ещё в школьные годы. Знаете, как часто случается в детских коллективах, класс делится на группы, в каждой из которых имеется свой лидер. Хорошо ещё, если члены разных группировок сквозь зубы здороваются друг с другом. Чаще всего они стараются поддеть того, кто не принадлежит к их стае. Во всяком случае, в моём восьмом Б это было именно так. Когда красавица Оля Лапшина на экзамене по математике начала тонуть, Вера Корсакова с милой улыбкой передала заклятой подруге шпору. Глупая Олька решила, что ей протягивают руку дружбы, и без тени сомнения перекатала решённую задачу. Результат всех ошеломил. Двойка и путёвка в ПТУ. Родителям Ольге стоило больших нервов и денег уговорить директрису перевести свою девочку в девятый класс. Сами понимаете, что два года, пока они продолжали учиться вместе, Ольга и Верка не здоровались, а клевреты Лапшиной гадили подругам Корсаковой изо всех сил. В ход шло всё — доносы учителям, подкладывание дохлых мышей в портфель, порча пальто и драки. Я дружила с Лапшиной, но жила в одном дворе с Веркой, и последняя не упускала случая, чтобы мне напакостить. Когда Верка утянула мой портфель, а потом сбросила его с чердака на тротуар, я обозлилась и довольно сильно побила её. Через полчаса на пороге нашей квартиры возникли Анна Львовна Корсакова и участковый. «Эта дрянь изуродовала мою дочку!» — завопила соседка. Вышедшая на шум Раиса мигом отбила мяч. «Да твоя дрянь! У ней сумку спёрла!» «Молчи, пьяница! А ты подзаборная!» — не растерялась моя мачеха. Анна Львовна очень гордилась своим особым положением в нашем дворе. Основная часть местных мужчин работала на заводе и поколачивала своих жён. А Геннадий Филиппович был самый настоящий полковник и, на удивление всем вокруг, трезвенник. Дом у Корсаковых ломился от хрусталя и ковров. Мимо скамеечки во дворе, где жаловалась подружкам очередная жертва мужниной любви, Анна Львовна проходила с гордо поднятой головой. А если кто-нибудь при ней случайно говорил слово «жопа», дама ужасалась. «Как вы можете так выражаться?» Но, ворвавшись к нам в квартиру, Анна Львовна неожиданно отбросила в сторону хорошее воспитание. Стоило моей мачехе начать ругаться, как мадам Корсакова разинула в ответ рот и, блестя безукоризненно сделанными коронками, дала достойный отпор Раисе. Я наблюдала за сценой с квадратными глазами. Оказывается, чопорная Анна Львовна знает не только про жопу. Теперь вам понятно, отчего до сих пор, даже став взрослыми женщинами, мы с Веркой, столкнувшись в магазине, стараемся побыстрее разбежаться в разные стороны. Правда, сейчас здороваемся, а в школьные годы проходили друг мимо друга с каменными лицами. К чему я вспомнила ту давнюю ссору, а к тому, что Аська Бабкина ухитрилась сохранить хорошее отношение не только со мной, но и с Верой. Ася пила чай у нас на кухне, а Раиса, умильно приговаривая «Я ж большая, какая ты тощая», подкладывала ей на тарелку блинчики. Но, с другой стороны, Бабкину приглашали к Корсаковым. Самое интересное, что все знали про Аськин редкостный конформизм, но никто не обижался. Любую другую девчонку из нашей стаи, посмевшую бы просто поздороваться с Веркой, ждал бойкоты колотушки, но Бабкиной все сходило с рук. Каким образом она ухитрилась так себя поставить, мне было совершенно непонятно. Дальше больше. Злобная географичка Марианна Лазаревна, лепившая двойки даже тем, кто просто не успевал до звонка вынуть из портфеля тетрадь, услыхав о Таське «Мы вчера ключ от квартиры потеряли, и я не сделала домашнее задание», хитро улыбнулась и погрозила пальцем. «Ну, Бабкина фантазерша, ладно, принесешь на следующее занятие». Умение общаться с людьми Аська не растеряла и в зрелые годы. Ее всегда хвалило начальство, коллеги по работе обожали, а бывшая свекровь превратилась в лучшую подругу. Кстати, первый муж Бабкиной до сих пор ходит к ней в гости и никогда не отказывается присмотреть за двухлетней лялькой, когда Аське требуется отойти вечером по делам. При этом учтите, Андрей не отец ляльки. Второй супруг Аськи Сергей вполне благополучный компьютерщик, работает чуть не сутками в какой-то конторе, стремясь обеспечить жене и дочери счастливую жизнь. В общем, Аська Бабкина редкая личность, ухитрившаяся за всю свою жизнь ни разу ни с кем не поругаться. Представьте теперь мое удивление, когда сегодня утром Ася позвонила и чуть ли не со слезами в голосе сказала «Вилка, умоляю, приезжай!» «Случилось что-то?» испугалась я. «Ага», – буркнула Аська, «целая телега неприятностей». Естественно, я подхватилась и понеслась к подруге. Живет Ася в хорошем месте, возле метро «Сокол». В двух шагах от ее квартиры шумит никогда не засыпающий Ленинградский проспект. Честно говоря, я не слишком понимаю, отчего, переименовав «Колыбель революции» в Санкт-Петербург, власти оставили все остальные названия. Следовало проявить последовательность и переименовать Ленинградский проспект в Санкт-Петербургский. Аськина квартира находится на втором этаже сталинского дома из серого кирпича. Мне ее апартаменты очень нравятся, много комнат, километровые коридоры, чуланчики, эркеры. Единственное, что вызывает раздражение, это тесно натыканные балконы. При желании можно легко перебраться с одного на другой, что, согласитесь, в наше время опасно. Мало ли какие криминальные личности обитают рядом. Но Аське и тут повезло. Величавое здание увешано со всех сторон мемориальными досками. Когда-то здесь селили только высшее армейское руководство, и местные жители зовут дом генеральским. Огромный, словно корабль, он стоит буквой «П». На первом этаже расположена куча магазинов. Одним словом, лакомое местечко для недавно разбогатевших субъектов. Субтитры создавал DimaTorzok